В территории Алтайский заповедник, где обитает речайший вид хищников, снежные барсы, теперь патрулируются с воздуха. За передвижениями, занесенных в Красную книгу животных, отныне наблюдают два беспилотника, оборудованные спецтехникой. Кроме того, в разных районах Сибирской тайги вскоре установят 100 фоторегистрирующих устройств. Все эти меры должны помочь спасти снежного барса от гораздо более страшного хищника, с которым встретился в тайге наш корреспондент Григорий Вдовин. И об этом сегодня его специальный репортаж. Собака Дина да кот Тарас единственной, кто встречает инспектора Сахневича при возвращении на кордон. Ну и, конечно, домовой, выполненный в технике автопортрета. Не знаю, насколько это похоже. Вам судить. За 25 лет жизни на этом кордоне, которую по всем параметрам можно смело назвать отшельнической, дяде Славе, как его тут называют, удалось наладить раздельный сбор мусора и украсить огород разнообразными табличками. Всякое тут уже бывало, но не было одного – встречи с Ирбисом, снежным барсом. А он, будь здоров, он тебя слышит там где-нибудь. Раз за камешек спрятался, что ты с его от камешка не отличишь, он такой пятнистый, рябенький. Различить барса на камнях действительно почти невозможно. В Алтайском заповеднике вроде бы живет около десятка особей, но посчитать точнее трудно. Зверь может перемещаться на сотни километров. Сергей, один из главных российских специалистов по барсу, снимков на фотоловушке сделал десятки. Живьем не видел ни разу. Он умудряется в этих условиях на высоте 3,5-4,5 тысячи метров выживать, добывать, свое потомство выращивать. Вот это вот удивительно просто. Это просто уникальный зверь. Этот зверь может добыть морала, который в несколько раз его больше. Вот он, тот самый морал. Его увидеть несложно, но Ирбис осторожен настолько, что человеку к нему приблизиться невозможно. Уникальные кадры может сделать только бездушная и, соответственно, бесшумная автоматика. Вот в объектив попадает какой-то заблудившийся сурок с равнины, затем молодой любопытный волк и, наконец, сам его величество – снежный барс. Несмотря на то, что барс внесен во все возможные красные книги стран, где он обитает, уничтожать его продолжают нещадно. Вот в горах сотрудники заповедника освобождают из капкана Соболя, хотя поставил его браконьер явно на животное совсем другое. Главная заповедь инспектора заповедника – это обнаружить браконьера первым. Выжидаешь момент, когда голоса стихли, все уже там, можно подойти поближе, послушать храп, допустим, и брать неожиданности. Вот оперативная группа, находят следы, что называется, явно антропогенного воздействия. Вот браконьерская петля, то есть, как вы видите, загорожена. То есть, вот проход у него для зверя. Все, затягивается петля на шее. Все, петля страхуется, как обычно, вот видите, к дереву. Делаются такие петли из обыкновенных расплетенных стальных тросов. Доказать что-либо в этом случае крайне сложно. Но есть для браконьеров один сюрприз. В ключевых точках заповедника, что называется, на перекрестках, устанавливаются датчики, металл чувствующие заверсту. Вот и сейчас один из датчиков сигнализирует о движении автомобиля. Его здесь уже ждут. Остановленный молодой человек так и не смог внятно объяснить, куда он ехал и зачем, а главное, для чего прихватил с собой ружье и зачем в багажнике столько тросов. Стволы однозначно у вас изымен, так как нахождение с оружием на территории заповедника приравнивается к охоте. Но, как поясняют инспекторы, браконьеру бестолку говорить прощай. Только до свидания. Некоторые, знаете, как говорят, еще не раз встретимся. Ну, то есть в лицо вам говорят. Самый большой парадокс Алтайского заповедника – это поселок Яйлю, находящийся прямо на его территории. 200 жителей, школа, медицинский пункт. Это при том, что любая хозяйственная деятельность и даже просто нахождение неспециалистов здесь строжайше запрещены. Строго говоря, это даже и не сельское поселение. Вся власть тут в руках директора. Еще по непонятно как неотмененному советскому постановлению и сегодня имеющему право носить генеральские погоны. Решать это законодательно, конечно, нужно. Это понимают и в министерстве. Другой вопрос, что нам всем хотелось бы, чтобы это произошло быстро. Но быстро – это не всегда хорошо. Поэтому я думаю, что произойдет так, как должно быть. Потеря даже одного барса – колоссальный удар по популяции. Если погибнет самка или самец, значит и их нерожденное потомство. Не случайно у коренных жителей есть поверье. Убьешь барса – навлечешь беду на себя и свой род. Но то ли браконьеры неместные, то ли поверье все напрочь забыли. Григорий Вдовин, Дмитрий Аблюхов и Никита Корунов. Вести. Город.